Обеспечение жильем работников сельского хозяйства, газификация территории, установка фельдшерско-акушерских пунктов. Эти и другие темы стали главными в ходе общения губернатора Тверской области Игоря Рудени с представителями агропромышленного комплекса региона. Встреча прошла на территории предприятия Тверь Агропром в Лихославльском районе. С места событий материал Никиты Васильева. На этих полях близ деревни Вески Лихославльского района выращивается сразу несколько видов сельскохозяйственных культур. Это и картофель, и овощи, овёс, яровая и озимая пшеница. Однолетние травы. Территорию общей площадью почти в 3000 гектаров возделывает предприятие Тверь Агропром. В 2021 году посевная площадь составила свыше 2000 гектаров. На данный момент убрано 400 гектаров зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 920 тонн зерна. В целом в этом году в Тверской области уборка сельскохозяйственных культур идёт более высокими темпами, чем в 2020-м. Намолочено почти в 3,5 раза больше зерновых и зернобобовых культур. 17,6 тысяч тонн. Собрано 750 тонн картофеля и 923 тонны овощей. Скошены травы на площади почти в 75,5 тысяч гектаров. Заготовлено свыше 123 тысяч тонн кормов. Впрочем, несмотря на успехи, есть и определённые сложности. О них губернатору Игорю Рудене аграрии рассказали в ходе неформального общения. Представители отрасли волновали такие темы, как обеспечение жильём работников сельского хозяйства, газификация территории, установка фельдшерско-акушерских пунктов и другие. Очень позитивные руководители наши, очень трудолюбивые. Хотел бы сказать, что Тверская область – это традиционный регион сельским хозяйством, в том числе овощеводство. Видим прибавку по производству овощей, которые сегодня наши руководители хозяйств показывают, рассказывают, несмотря на непростые погодные условия. Как отметил Игорь Руденя, на сегодняшний день стоит задача максимально эффективно, но без лишних торговых наценок довести тверскую продукцию до прилавков, доступных для наших граждан. У региона есть большой потенциал, который необходимо реализовать. В бюджете на 2022-2024 годы предусмотрены дополнительные меры по мотивации развития производств, увеличению пассивных площадей. Таким образом, Верхний Волжье внесёт свой вклад в укрепление продовольственной безопасности России, подчеркнул губернатор.